МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир так устроен, что даже самым лучшим из нас рано или поздно на смену приходят те, кто моложе. Ты вы к чему? Про реформу слыхал? Это вы про переход на американскую систему? Угу. Точно. Под это дело в вашем и в нашем ведомствах решено провести обложение личного состава. Меня уже предупредили. Приемником шефа буду я. Товарищ полковник, а зачем мне все это знать? А потому что я новая метла и мести буду по-своему. А ты займешь место начальника отдела. А, Анна Николаевна, куда? А еще через некоторое время займешь место Голчанского. Как тебе такая перспектива? Как скоро это случится? А, Анна Николаевна. А много лет. А вот я тоже с вами в льду. И с вами наше время он пок Pikas. Если вам не будет интересно, то это больше чем-то. А чё эти уроды здесь делают, а? У них концерт на пятаке сидит. Они чё, вообще не секут, где им ходить можно? Ну-ка, пошли. Черт! Ну, понятно. Говорят, ты вопрос решенный. Ну, я думаю, она еще поборется. Ты с ней уйдешь. Я думаю, что она не уволит. Повтори это десять раз, потом побей в бубен, потом станцуй ритуальный танец. Тогда ее точно не уволят. Вам ее совсем не жалко? Наша любимая начальница либо уволят все-таки с треском, Либо найдут ей здесь какое-нибудь место, где можно будет в нее тыкать пальцами, в назидание другим феминисткам. Галчанский ее спасет. Если Галчанский ее спасет, он ее погубит. Ее сожрет ей уже любимый комплекс тотальной независимости от мужчин. Я к Галчанскому. Удачи. Лучше пошлите меня к черту. Пошла к черту. Слишком буквально. Слишком буквально. Думаешь, да? Пацаны, давайте до арки доведем. Че сегодня вечером? А, мы с мужчиной дома развалили. А, че идем туда? Да, мы говорят, какие-то пупыль-то сняли. Не знаю, на руке подтянется, поскольку… Э! Клоуны! Эй, клоуны, я с тобой разговариваю. Че молчишь-то, а? А, коколок дашь поноси? Снимай. Я тебе пасть разрешал открывать, а? Реально полезное дело сделали, парни, а? Эй, за ней! Вы че стали? Сука, ты фашистская! Да ладно, приклеишь! Ну и как? Ах ты сука! Ну, вставай! Ползи-ползи! Ну, че ты? Ну, че ты, червяк? Ну, че ты, червяк? Приполз? Вставай давай! Вставай! На! На тебе! Сука! Сука! Слава, это все. Вариантов нет. К сожалению. Промахи бывают у всех. Ну, это не значит, что мы должны их поощрять. Никто не говорит о поощрении. Ну, ты понял, че хотел сказать. Я понял. А тогда она уйдет совсем. Поговори с ней. Если она ни дура не уйдет. Она гордая. Ну, я ж сказал, если она не будет дурой. Кто сядет на ее место? Тот, кто давно этого заслуживает. Тогда точно уйдет. Вызвали? Да, заходите, Анна Николаевна. Разрешите? Анна Кораблина освобождена от должности начальника вашего отдела. Временно исполняющим обязанности на ее место назначен Виктор Перницкий. Временно. К этому вопросу мы вернемся через месяц. А можно задать еще кое-какие вопросы? Тебе нет. Но если это будут действительно вопросы. Раздавай дела. Пошли. Все. Поздравляю вас с дворцовым переворотом. Послушайте, Анну убрали, а вы… Ну, ей же дали шанс. Какой шанс? Не смеши. Не вешайте носы, ребята. Пока начальство борется за власть, делайте правильную ставку. И через месяц ваши мечты исполнятся. Слушайте, это вы о чем? О том, что наступили смутные времена. Следователи всего отдела, объединяйтесь. Поктор Иванович, заканчиваю. Копирую последние документы. Может, проще махнуться компьютерами. Твой туда, мой сюда. Нет, еще несколько минут. Так, если через месяц его обратно придется. Зачем сейчас это сказал? Ну, такое возможно. Честно говоря, я сам не рад всему этому. Рассказывай. Каждый день ждал, когда испоткнулись. Это неправда. Ну, ладно. Не будем об этом. Нам же все-таки работать вместе. Или нет? Давай не будем. Интересно, как ты представлял этот день? Цветы, торт, шампанское? Хорошая мысль. Ты никуда сегодня вечером не спешишь? Нет. Но поздравлять тебя с повышением не буду. Благодарю, Иоанна Николаевна. Тогда откровенность за откровенность. Я хотел стать начальником отдела, я им стал. И я им останусь. И самое главное, я буду лучше тебя. Послушай, когда Фрейд говорит не о преступлениях, он несет такую чушь. Совсем не чушь. Смотри, Анну не до конца уволили. Пернинского не до конца утвердили. Что может быть хуже для работы? А он говорит, что это лучше. Он не иронизирует, но пора привыкнуть Лид. Знаешь что, наплевать на Фрейду. Давай сделаем так, чтобы Анну вернули. А что ты предлагаешь-то? Что мы? Будем выпускать виновных? Я не знаю. Прятать улики, может быть. Как? А ты предлагаешь ничего не делать? Я ничего не предлагаю. Я предлагаю работать, как работали. Раскрывать преступления. А там наверху разберутся. Анна хороший начальник. Ее уволили только потому, что она женщина. Если ты считаешь, что это справедливо, то можешь… Анна Николаевна, давайте я вам помогу. Ну, задавай свои вопросы. Что, их надо озвучивать? Ты прав, незачем. Слух пока об этом не говорят, но Перницкого через месяц утвердят. Это сто процентов. Бинго, Славик. То есть ты подбросил девочке надежду, что у нее есть шанс вернуться? Это был единственный способ ее удержать. Только не говори, что это жестоко. Да нет, это не жестоко. По-свински. Ну, это правильно. Это по-твоему правильно. А я пойду-ка и сдам тебя Анне. Не посмеешь. Посмею. А я тебя уволю. Не уволишь? А ты не посмеешь! Предупреждаю, ты загнал меня в угол. Сто процентов Перницкий захочет Фрейды привлечь на свою сторону. Ему не надо никого привлекать. Он начальник. И мы обязаны ему подчиняться. Да, но это не значит, что мы обязаны рвать из-за него жилы. Лида? О, Фрейд вышел от Перницкого. Послушаем. Ну и что? Даже не знаю, с чего начать. Мне сделали сразу несколько предложений, и ни от одного из них невозможно отказаться. И? И я хотел тебя спросить, как ты думаешь, смогу я стать офисной сволочью? Отлично. Видишь, к вашему клану прибьется еще один. О, обожаю ролевые игры. Ты будешь кланом Алой Розы, а они Белой. Хотя нет, Белой Розы. Мужчинам быть розами неприлично. Лучше они будут кактусы. Знаете, кто вы? Знаю. Я садовник. Кактусам нужен сухой климат. Розам – влажный. Какой климат я создам, такие растения не выживут. Нас уже сравнивают с растениями. Я вас сравниваю с Розой. Как Данте свою Беатрича. Как Дрэм Моррисон свою Памеллу, если срисмовать. Послушайте, садовник, а мне слишком много на себя берете. Ладно. Буду скромнее. Тот из вас, кто меня лучше всего похвалит, получит жвачку. На выезд. У нас убийство. Прошин Олег Александрович. Студент Самарского художественного училища. Нихрена себе студент. Художники все такие. На-ка, приобщи. Что он в Москве-то делает? Что он здесь делает? У меня вообще странно, что вся Россия еще здесь не оказалась. Кого? Сереж, Сереж, давай-ка еще разочек. Чего криминалисты говорят? Чего криминалисты говорят? Удар был ножом. Один раз. Попали прямо в почечную артерию. Смерть от болевого шока и кровотечения. Ну, удар профессиональный? Профессиональный. Профессионалы стараются не суетиться в уличной драках. А, учись. Удар был один? Один. Ну, он мог бы быть случайным. Вполне мог бы. Да, свидетели есть? Да. Киоскер, он видел, как мимо него пробегали бритоголовые. Ну, знаешь, ничего внятного. Даже не понял, сколько их было. Ничего внятного. Смотри, что у меня есть. Такая травмная свастика. Может быть, ее сломали, но не из крови. Наверное, Петер Кеш и дернул залпу одного из нацистов и… А тот ударил его в ответ ножом. На биологию? На биологию. Что у тебя? Улыбнитесь, нас снимает скрытая камера. Мы все волей-неволей оказываемся в секторе обзора. Вон, то и он. Камера. Вместе с этим храбром юношей. Спартак — чемпион. Ну, в вашем случае — динамо. Да-да. Раньше всех на работе? Похвально. Доброе утро. Как первое дело? Да, нацисты пришили панка. Прижать неформалов — это как раз то, что нужно, чтобы произвести хорошее впечатление на начальство. А нацисты — это же вообще подарок. Это что? Запись камеры наблюдения. Только что передали из банка. Оперативно? Давай в том же духе. Удивляй людей своей хваткой. Покажи всем, насколько ты лучше своей предшественницы. Доброе утро. Привет. Привет. Как настроение? Давай просто работать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Только что пришло из банка. Займись она никого. Там Фрейд низу его не пускает. Почему? Не знаю. Может, пропуск не сделали? Ну, надо временно выписать. Я займусь этим вопросом. А что с вещдоками? Криминалисты заняты другими делами. Может, я сама завершу эти дела? Нет, нет необходимости. У тебя и так полно другой работы. Лида, пожалуйста, сделай мне чайку, как я люблю. Я в кабинете. А кто-нибудь знает, как он любит? Аннулировал я твой пропуск. Зря. Я как раз сегодня хотел начать тебя слушаться. Не плети. Это получается, что я стою перед тобой и тебе в глаза вру? Ну да. Ну это дураку понятно. Это ты с утра так поумнил? Не надо хамить. Зачем приперся? Ты мне кабинет обещал. Деньги тебе не нужны. Карьера тоже. Остается, что? Аня? Нет. Есть еще вариант, что я агент иностранной разведки. Очень смешно. Нет, с мозгами у тебя полный порядок. Но ты ж всегда будешь только сам за себя. Дошло. Перешло. Пали отсюда. Вы замерз уже. А ничего, что вместе со мной мои мозги свалят отсюда? Так ты ж сам за себя. Мне твои мозги до фонаря. У моих мозгов две недели еще есть. Да. А пропуска у тебя уже нет. А Галчанский в курсе? Конечно, в курсе. Но ты можешь пожаловаться. Лоха! Давай. Драка попала в кадр частично. Они все время выходили из сектора обзора. Сколько было нападавших? Трое. Трое. Я Алексейенко, Николай Посохов и Михаил Шутанов. Причем Алексейенко и Посохов задерживались ранее. За мелкое хулиганство. Так ничего особенного. У Алексейенко сводный брат по матери. Сидит в тюрьме. Серега, что по жертву? Ну что, обычный парень. Никого никогда не трогал. Тихо себе панковал. Пока не встретил наших нацистов. Что делать будем, Виктор Иванович? Начинаем задержание. Значит, Шутанов и Посохов живут в общежитии, улица 8 марта. Алексейенко на партизанской. Анна Николаевна, ты едешь на партизанскую, я в общежитии. А что с Фрейдом? Пока работаем без него. Как без него? Вот как. Как раньше. Мир, сейчас убью. Давай потише. И в жопу. Сам там что делаешь? Доброе утро, уроды. Тут нашли же вы себе развлечение. Вам чего надо? Вы задержаны по подозрению в убийстве. В каком убийстве? В таком убийстве. Когда человека убили. Давай понятых. Илья Алексеенко? И что? Ага. Где вы, что вечером? Да я так сразу и не вспомню. Так? Что, уже нажаловался? Значит, узнали. Поехали. А Пушкина не пробовали читать? А, ну… Мавр, да? Куртка чья? Моя. Понятые, подойдите, пожалуйста, сюда. Вот, внимание, этот нож. Был только что найден в этой куртке. Нож твой? Нет. Значит, твой. Да я понятия не имею, откуда он взялся. Нет, отвечай на вопрос. Твой? Нет. Вот, теперь я задам тот же вопрос. Если нож не твой и не твой, как он здесь оказался? Что там? Кровь пошла. Это у него с детства от нервов. А у меня с детства платочек с собой. На, утрись. Да это правда не мы. Что за беспредел вы не тех взяли? Заслышал. Да вы не тех взяли. Это нож даже не наш. Это нож Гиммлера. Нос прошел? Платок отдай, не за мной. Да серьезно, не мы. Иди, иди. Салют. А? Че там с удержековым по убийству? Ну, как раз начинаем. Серега, там привезли этих троих, которые с камеры наблюдения. Надо бы у них кровь взять, образцы. Чтоб сравнить с кровью на Сергея. Ну, может я сначала вещдоки обработал? Так мы в допрос не сможем начать. Давайте пока вещдоки подождут, пока кровь. Хорошо. Бери это. Пойдем. Давайте. Я закрою. Закрою, закрою, давай. Ты ранее знал Прошина? А кто это? Тот, кого вы убили. Нет, никто не убивал этого клоуна. А Олег Прошин мертв. Ну, я не знаю, о чем вы говорите. Не знаю, на что он мог напороться. Может быть, на свою прическу. Ну, раз ты там был, должен был видеть. Один из вас ударил его ножом. Там было темно. Ну, что этот нацист? Говорит, не помнит, что у кого-то был нож. Ах, а в чем-то ты признался? Признался. Помнит, что огнались за панком, что били его руками-ногами. А что был нож, не помнит. Ну, нож-то был? Был. Все лезвие в крови его пытаются отмыть. Но следы все равно остались. Миша же сказал, что это нож Гиммлера. Гиммлер – это кличка? Настоящий Гиммлер. Конечно, кличка. Это Илья Алексеенко? Нет, Илья – это шеф. Он просто шеф, без клички. Тогда при чем здесь Гиммлер? Гиммлер крутил ножом. У вас было трое? Четверо. Трое? Четверо. Я, Илья, Миша и Гиммлер. Как его настоящее имя? Я не знаю. Я просто не помню. Говорит, четверо. Да нет, я сама видела эту пленку. Их было трое. И все-таки как его настоящее имя? Зачем ему врать? Не знаю. Гиммлер и Гиммлер. Не знаю. Может, они просто выдумали этого Гиммлера, и теперь Вальдман во всю вину. Где он живет? То есть, рассчитывают, что мы будем искать четвертого и не найдем? Не знаю. Мы на тусовках видимся. Ну да. Хорошая версия. Мне нравится. Сделал я анализ крови на Сергея. На Шутанов? Нет, на Шутанов следующий. Это не моя Сережка. А чья? Гиммлера. Я так и подумала. Вы их что, в одну камеру посадили? Что? Да это я не тебе. Ну, а кровь на Сережке чья? Не моя. Слушай, если ты врешь, то ври как-нибудь поизобретательней. Я не вру. Смотрите. Видите, это линия под наклоном. Потому что это буква И. А это вертикальная. Буква Г. Поэтому и свастика получается, как будто неполная. Ну, или, может, Сережка просто обломилась? Да это они специально так сделали. Ладно. И что означают эти Г, И? Как что? Гиммлер? Это его Сережка. Да, с одной камерой это моя вина. Они там просто между собой договорились, чтоб врать одинаково. Если парень вырвал Сережку из его уха, почему мочка уха не разорвана? Серебряная Сережка на крючке легко снимается. При рывке мочка могла просто повредиться, а не порваться. Но это все равно больно. Естественно. Получается, что Панк вырвал в драке у Шутанова Сережку. Тот разозлился и ударил Панка ножом. А почему они положили под руку убитого Сережку? Может, запаниковали. Ну, или забыли. Если этого Гиммлера нет, то все сходится. Да. Все складывается. Как нельзя лучше. Значит, Шутанову мы предъявляем обвинение в убийстве, а эти двое идут паровозом, как соучастники. Хорошо бы все-таки признание выбить. Посидят пару дней у нас и во всем признаются. Прекрасная работа, коллеги. Всем спасибо. Да. Кстати, Анна Николаевна, все, теперь можете заниматься другими делами. Чувствуешь, какая политика? Ему вообще поливать, кто виноват. Ему лишь бы дело быстрее закрыто, чтобы отчитаться. А ты куда? Надо еще кое-что проверить. Надо еще раз проверить эту байку про Гиммлера. Ну, смысл все равно все сливки Перницкий снимет. Шутанов и Посохов слишком напирают, что он существует. Ну, так пусть Перницкий лжанется в суде. Витя хитрый, он не лжанется. Тут дело в чем-то другом. Ага. 18 мм. Два. Так. Нож номер шесть. У нас было четверо. И, конечно, четвертый был. Вы про что? Видел когда-нибудь эту сережку? Чья она? А, ну так это Гиммлера. Черт. Вы что, заранее там отмазы проговариваете? Ну, я не понимаю, о чем говорить. Почему сласика кривая? Ну, потому что, смотрите, вот это И, видите? А вот это Г. И это означает Гиммлер. Это означает Гиммлер. И еще это означает Игорь Горохов. Так. Игорь Горохов. И где живет Игорь Горохов? Так. Улица Ладожская. Дом 45. Квартира 15. Можно? Ты надолго? А вы заняты? Нет. Я пью чай. А мой интеллект играет в покер. Как дела? Видишь, Александр Третий. Снова пошел улын. Уже третий раз подряд. А почему? Хочет убедить весь стол, что блефует. Так может, он правда блефует? Вот сейчас мы это и проверим. Слушайте, у нас на работе проблемы. Соскучились. Естественно. Ну и еще одна. С убийством панка несет только гладко. С этой записью что-то не так. Игорь Горохов. Девяносто третий год рождения. Студент Политехнического института. В сентябре задерживался один раз за мелкое хулиганство. Сразу его отпустили. Какой-нибудь заметный папаша? Сейчас. Мать Горохова Валерия Александровна. Отец. Графея. Отец. Прочерк. Есть. Фактическое временное записи не совпадает с реальным событием времени. Ну, если камера с автоматическим включением и отключением, то в темное время суток такое бывает. Несовершенная техника. Она короче на тридцать четыре секунды. Удалены четыре фрагмента. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, ее кто-то редактировал? Да. Работала с ней только я. У одного из пацанов нашли нож. На этом ноже следы крови убитого. Но я все проверил. Удар был нанесен совершенно другим ножом. Думаешь, нож подкинули? У меня нет других вариантов. Все-таки я пойду, Ол-ин. Ну, с такими картами будет сложно удержаться. Ну, хотя бы я узнаю, кто эта сволочь хитрая. Обнимите сережку в руке убитого. На ней кровь была Шутанова. Ага. А сейчас мальчишка упирается и говорит, серьга не его. И ты ему веришь. Угу. Они говорят, что убили банка вчетвером. А на записи их только трое. Ну, и какие два и два мне сложить вместе? В момент задержания, а задерживал у Перницкий, у парня шла кровь из носа. А Перницкий, он был… Ну, в общем, у него была возможность. Ну, так скажи это Анне. Ну, это Перницкому конец. Ну, и замечательно. Ну, конечно, Перницкий подонок, но дураком-то он никогда не был. Все дело в четвертом. Куда он пропал? Он был на видео, но куда-то пропал. И что, ты предлагаешь нам искать его вместе? Угу. Вдруг он где-то стоял там рядом или что-то еще? Он вампир. И его видео не засекает. А, вот и все. Он блефовал? Да. Знаешь, что самое главное в блефе? Вовремя соскочить. Ладно, пойдем разберемся с твоим призраком вместе. Они пробежали в ту сторону и все. А обратно? Нет, я их больше не видел. Что там в банке? Они подтвердили, что дали нам запись. Копия они не делают. Пройдемся. Так, ну вот эта арка. Он лежал здесь. И как они ушли? Через двор. Это 50 на 50. 62 с половиной на 37 с половиной. Ну почему? Ну, поиграешь в покер как я, научишься вычислять вероятности. Кто поконкретней? Ну, если совсем простенько, то так. Они отсюда могли выйти либо на улицу, либо во двор. Это 50 на 50. Там они могли пойти либо направо, либо налево. Это 25 на 25. Киаскиров сказал, что блекторголовая молодежь пробежала мимо него один раз в этом направлении. Мы делим оставшиеся 25 процентов между двумя оставшимися направлениями. Остается 62 процента с половиной на 37 с половиной процентов. Следовательно, они пошли во двор. Ясно. А в чем прикол-то? Прикол заключается в том, что без всяких процентов темнота друг молодежи. Они пошли во двор. Куда дальше-то? Никуда. Пришли. Камера. Вот вчерашний день. Угу. Так, там надо 17.30 и дальше. Так. Стоп. Ну, чуть дальше. Ну, стоп. Тут. Кажется, это они. Ты уверен? Да. Это Посохов. Это Алексеенко. У него брат в тюрьме. А это Шутанов. Кровь на сережке его. А четвертый? Гиммлер. Восемнадцать тридцать шесть. Попался. Пробил его по нашей базе. Игорь Горохов. Задерживался один раз. Замел при хулиганстве. И что там? Сразу был отпущен Пример влиятельного папаши Куда едем? Ладожская, дом 15 Он там живет Это здесь Квартира 45 Ночью никого нет дома? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Руки вверх! Девочки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что здесь делаете? А вы что? Прости, пожалуйста Будешь должна Прошуно убили другим ножом, а у вас что? Из записи удалены четыре фрагмента Вот откуда вам пер Да, искрую на Сережке, там тоже не все в порядке Ну, объяснение может быть только одно Витю загрузили Правильно Влиятельный папаша узнал, что его сынок нацист замешан в убийстве И отправил его и маму в неизвестном направлении В результате органа загрузили Виктора Ивановича И теперь наш новый шеф Рогом упирается, чтобы убрать мальчишку И дело все понятно Так, Игорь живет с матерью-одиночкой, у него нет отца Официально нет, но папа же мог нагублять сына на стороне Он его любит, но светиться не хочет, тем более, если он политик А, да что там, как было, там никого не волнует Поэтому Виктор Иванович и лепит доказательства, как попало Судя все равно все примут Другими словами На этом деле, Виктор Иванович, получит столько бонусов, что он не только тебя, но и Галчанского свалит Что будем делать? Так, Витя перемудрился ножом Он сразу решил, что это единственное орудие преступления Да, но если он его подбросил, значит, у него были на то причины Да Значит? Значит, он мог видеть этот нож на тех фрагментах видео, которые он стер Значит, этот нож был в руках Игоря Горохова, он же Гиммлер Ну, иначе зачем удалять эти фрагменты? Получается, нам надо прижать Виктора Ивановича и заставить его признаться Прежде чем мы прижмем Виктора Ивановича, нам надо самим найти убийцу Все материалы в управлении, поехали Я тоже? Да, я вызываю тебя повесткой Ну, а что? Дело очень срочное Так В качестве подозреваемого? Прости, оговорка по Фрейду Ну, дальше сами, закончите, свистите Спасибо Запись с камеры банка, это все Да, а есть фото с места преступления? Есть, а что мне нравится здесь? Выведи таймерный экран Ну, сбит на тридцать четыре секунды Я учту Дело на фото, лежит иначе, чем на видео Да, нет, нет, просто ракурс другой камерой, и все Смотри, рука согнута больше, стопа вывернута, а он мог пошевелиться? Нет, и такой ранний человек умирает мгновенно Значит, его кто-то передвинул Или он еще жив? Мы даже до этого места не смотрели Смотрите, один из них вернулся 18.53 Лица не видно Давайте еще раз посмотрим Давайте Не, не надо Серега, где у нас запись с камер аптеки? Ага Сейчас там 18.36 Они шли от арки до аптеки четыре минуты Перекрути до пятидесяти семи Сейчас он убивает Олега, так? Убил уже, сейчас должен появиться А если он уйдет другой дорогой? Там нет другой дороги Ну, что, он мог перелезть через забор Зачем? Он уверен, что его никто не видел Илья Алексеенко Илья Алексеенко Сереж, вызывай группу Илья Алексеенко Берите Алексеенко Ну, а нам надо еще разобраться в мотивах А я свободна? Свободна Спасибо, до завтра Давайте Всего пять утра А ты можешь вернуть свою должность уже сейчас Илья Алексеенко Сейчас не могу Илья Алексеенко Брат Алексеенко Отбывал наказание за убийство Умер в тюрьме За что? Да не важно, за что. Важно, кто его посадил И кто? Какого хрена он тут делает? Неужели? Ага Знаешь этого парня? Откуда фотография? Ты его знаешь? Чей-то сын? Чей-то? Чей? Чей-то? Чей-то? Ну, а слава Богу вам Теперь понятно, почему звалили Панка Папаша Игоря посадил моего брата на двенадцать лет За убийство? Это было случайное убийство И ты решил подставить его сына Я хотел, чтобы он видел его только через решетку Так же, как я своего брата И ты ради этого убил человека Если бы Гиммлер сам не стал размахивать ножом Мне бы даже это и в голову не пришло Ну, если это тебя утешит Он столько дел наворотил, чтобы выгородить своего сына, что ему теперь конец Конец Она вообще не чухается Перницкий так останется начальником Она романтик Она считает, что так поступать непорядочно Ну, значит, нам надо вмешаться А давай тоже будем романтиками Послушайте, ну, Перницкий не может оставаться начальником Он только что доказал, что ему голову может в любой момент снести Зато он умеет себя окружить людьми, которые ему так поступить не позволят Давайте напишем рапорт Нет Теперь я понимаю, как он вам предложение сделал А помните, вы меня спрашивали, сможете ли вы потянуть роль в офисной сволочи? Я думаю, да Хотя нет, я уверена Да-да, заходи, заходи Садись Теперь, тут есть то, что… Надо Я думаю, тебе понравится Ну, за удачное завершение расследования Да Слышал, ты уходишь? Был счастлив с тобой работать Ты… что ты имеешь в виду? Я на щелчок могу обернуть твои доказательства в другую сторону Так что придется выбирать либо карьера, либо твой сын Сосед Air Крайк Был счастлив сомалами Крайк Думаешь, я тебя боюсь? Думаю, нет. Но неразрушай мою веру в человечество. Зайди вечером к Галчанскому. Сам. Все мы знаем, в каком положении оказался сын Виктора Перницкого. В связи с этим Витя попросил отпуск. Такая история. А кто теперь будет начальником отдела? Как-то. Анна Николаевна. Правда, не начальником, а исполняющего обязанности. Приказ будет готов завтра. Ну, что сидишь? Иди место свое занимай. А вы проиграли. Признавайтесь, что он вам за это обещал? Сам не понимаю, как я мог так купиться? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...